Некоторые люди выбирают временное счастье, а некоторые вечное. Но чтобы быть вечное выбрать, для этого надо иметь знание. Иногда люди экспериментируют, они идут в монастырь жить, смотрят, как. А иногда бывает так, что Бог дает человеку знание о том, какая у него будет жить дальше в жизни. Он показывает ему небеса, человек знает, на что идет. И он начинает идти этим путем, потому что в этом мире ничего бесследно не пропадает. Одни люди временные блага добиваются, есть два способа добиваться. Один способ – работать, а другой – жить так, чтобы Богу понравилось. Вот. И когда человек делает так, как Богу нравится, он даже в этом мире процветает легко. Это сложно понять простым людям. Они в экономике это не прописано. Но эти правила есть, надо их изучать. Они сложнее, чем просто деньги-товар деньги. Вот. Поэтому, когда человек это все прошел, он думает, ну, это мне неинтересно. Хорошо. Есть более высокий путь. Это жизнь для удовлетворения Бога уже, чтобы ему нравилась моя жизнь, а не мне. И когда Богу твоя жизнь нравится, она называется жизнь во имя Бога. И тогда в этом случае у человека есть две судьбы. Одна судьба – это что посеешь, что и пожнешь. Вот, допустим, ты там совершал какие-то поступки, за это получаешь наказание. А вторая судьба – это вообще не то, что ты посеешь и пожнешь. Это то, что с самого рождения тебя Бог хотел. Но люди в основном не идут этим путем. Они используют свою жизнь для своих целей. Ну, иногда что-то для Бога делают, чтобы жить нормально. Но если ты живешь так, как Бог хочет от тебя, это в жизни гораздо серьезнее. Он не то, что хочет, чтобы у тебя там все хорошо было, чтобы у тебя детки были, чтобы у тебя была работа, чтобы ты в Питере жил. Вот. Он хочет других вещей, чтобы ты приносил другим благо, чтобы ты молился, делал добрые дела, и посвятил этому свою жизнь. Это называется отреченная жизнь. Она бывает двух видов. Один вид отреченной жизни – это давать людям знания, а другой вид – это жить в монастыре. Можно объединить два вида. Можно жить в монастыре и давать людям знания. Это еще лучше. Но даже достаточно просто жить для Бога в монастыре и выполнять служение, то это служение помогает людям. Любое служение, оно организует духовную жизнь. То есть, все равно нужно в храме кто-то поклоняться, должен в алтарю мыть там полы, помогать людям там проповеди. Все это тоже нужно. И Богу очень нравится такая жизнь. Но если человек посвящает себя еще тому, что он помогает другим людям прийти к Богу, тогда еще круче. И поэтому такая жизнь, она не простая, потому что у тебя же есть свои желания, они тебя душат. Когда человек наполнен знанием, у него уже не так много желаний остается, у него не так сильно душат. это значит, что он в прошлых жизнях уже все прошел. Тогда он выбирает высший путь. Крутой очень подъем. Но не похож на след. Ладно, хорошо, это приятно. Такие вопросы. Ну, ваш вопрос. Да? Что-то не слышно. Микрофон, который не включен. Здравствуйте, я приветствую вас. Сегодня, вчера смотрю видео, очередной раз ваше, я посмотрю в списание и при видео. Видео онлайн смотреть? На ютюле просто видео. А что, мои лекции можно смотреть прямо онлайн? Или нет, в записи. А, в записи? И соскучилась, да? А я думала, когда у вас не было, ну, дай-ка попробую быстро. А я с вами была сегодня, и вообще он прилетел в первый раз. Ну, вживую. Так вот такая легкая на подъеме. Да, Силада прилетела. У меня две таких девушек из Москвы прилетело на ЛЕЦ. А еще есть кто из Москвы приехал на ЛЕЦ? Да, вот сколько людей. Раз, два, три, четыре, пять. А? И откуда вы? В Калининграду приедете? Ладно, по-моему, цифру. Так вот, полтора года назад, какие-то старые странные вещи происходили, я вступила на отношения, и в первые две месяцы было с приказом, потом начало есть вот это, ну, в стойности. И я начала ходить в церковь, там, крещаться, исповедоваться. И в одном из храмов, правом православном, празистанском. Ну, это все, тогда все. Ну, короче, в общем... Я не различаю, то есть для меня люди к Богу идут, и слава Богу. Главное, чтобы они признавали единого Бога, и что нет много Бога. Это самое главное. А Бог, Он везде один. Там и все в христианстве. Тем более, христианские. Это все из-за вот та же... Все эти традиции культуры, они все идут из еврейской веры. Мы с вами в еврейском доме сидим. Все культуры идут оттуда. Я почему об этом говорю, чтобы вы это тоже не забывали. Иисус Христос, Он в еврейской традиции духовной был. Это Его вера. Мухаммед тоже. Он оттуда свое писание написал. И даже там, кто такой, Ибрагим, это Авраам. Ну, то есть там те же самые лица участвовали. Просто мусульманская традиция пошла от Измаила. Это второй сын Абраама. То есть первый сын Абраама. Вот Ала. Потом Ала. Он не от цара, не от ебрейки пошел, а от египтянки. И нашла вот мусульманская культура. Можно сказать, от этого. Второго сына. Так что все это на дно. Есть разные нюансы, там тонкости. Ну и вот. У меня было определенное видение. Я на одном из молитв выделала, мы приоткрыли, как будто выделали Иисус, и вот этот свет. Ну, в общем, неважно, я увидела. Да. Вот. И мне такой вопрос, я не понимаю, мне бы находиться в этих отношениях или нет. А при чем тут Иисус? Я тебе сказала, это плохо, что если там ходить в церковь, молиться и все остальное. То есть у вас в Бразилии все телесериалы, да? Ага. И вот это абьюзер, не абьюзер. О, мои хорошие, пожалуйста, при мне этих терминов не произноси. Вот абьюзер, там альфонс, еще какие там есть? Токсичный человек, еще какой? Тиран. Вот, мои хорошие, поймите, это все так подло вешать на людей ярлыки. Понимаете, когда психологи, там астрологи начинают на людей вешать ярлыки, когда они начинают ну как бы человеческое существо очернять, ну как бы делать его, ну как бы на него клеить марку определенную, то это все очень плохо. Это демонизм чистейший. И если человек так, такого психолога проконсультировался, он и ему говорят ты абьюзер сам, и он про себя так плохо думает, или ему говорят на близкого человека, или токсичный человек, там и все прочее, знаете, это все попахивает демонизмом чистейшим. Поэтому вообще о человеке нельзя так думать. Человек это звучит гордо, то есть это всегда можно исправиться, что человек не может если абьюзер, значит он все, значит все, он такой теперь на всю жизнь. Не надо так думать о людях. Понятно? Что касается любви, то как бы когда сильная совместимость идет по сердцу сильная, то вспыхивает сильное желание получить счастье от этого человека. А так как мы любовь не знаем, как с ней быть, то есть мы ее эксплуатируем, мы ей не служим, у нас прям плотно мы об этом говорили на первой лекции в этот приезд, то тогда человек становится очень сильно, нас ждет от любви, тогда любовь превращается в жуткую боль, то есть больно становится вместе, потому что ты обижаешься, он обижается, он ждет и друг от друга, то есть идет такая жара, то есть с одной стороны тянет человеку, с другой стороны он тебя обжигает, потому что он тоже ждет от тебя там и так далее. Понимаете? Как песня поется, даже в любви взаимной муки одни, именно рядом со счастьем они живут в любви. Как вы? Знаете, всегда отвечаю очень просто. Два кирпича летят, один говорит, я волнуюсь, другой говорит, не волнуйся, главное, чтобы человек был хороший. Вот, ответ очень простой, надо смотреть на человека. То есть если человек хороший, значит, что нормально. Нет, так хорош, что надо, как он сверху. Но когда я по чему не был, он говорит, да нет, я его не помню. Вы что, с женатой с ней? Нет, не республика. Женатый. А что, же вы не отписались? Надо было от вас спросить. нужно еще заслужить? Все, что быстро достается, потом не ценится. А что же вы тогда быстро достались? Вы скажете, вам, когда будем жить отдельно, все, что быстро достается, не ценится. Вы не умеете воспитывать, да, человека? Он обнагревает отношения. Так? Страшно меня в 17 лет. Ну и что? Не. И что? У меня жена на 14 лет младше. Я разок в WhatsApp там девушка какая-то написала. Я говорю, смотри, вот она внешне некрасивая, а в душе очень хороший человек. она такая смотрит меня, и говорит, вот сюда вот смотри, красиво, некрасиво. Вот так вот. Вот так вот. Сюда вот смотри, красиво, некрасиво. Что ты туда смотришь? На других девушек красиво-некрасиво. Вот сюда вот. Я даже жену встречаю, там долго не видишь, я сразу Напоминаю ей. Шутка. И она потом другой раз тоже... Там какая-то мне кто-то там что-то обиделся на меня, она такая почитала, она мне ватсап всегда читает, изучает всю переписку. И она говорит, иди сюда читай. Я читаю, говорит, что она тобой крутит вот так, это я должна, я только тобой могу крутить, вот так, вот так. Нормальная жена, она мужа вот так вот, и все, все вопросы решает. А вы что-то растеклись. Может, это какая-то сложная судьба? Сложная судьба, не видите, мы же компасит эти вопросы, вся сложная судьба. Надо и по-доброму, нежно, вот так. Мое... Я пробую кричать, и это не помогает. А это не помогает. Надо молиться, успокаивать спокойствие в сердце в первой стадии, вторая стадия влияния, по-доброму, ласково, чтобы все было так, как вы хотите. Но самая главная проблема, что вы предали себя, позволили с собой жить без росписи, предательства. Вам не надо этого позволять. Самый такой мужчина наглеет сразу же. Ну, как будто не закон рожденный уже ребенок, тогда зачем расписываться. И бывают разные обстоятельства. Иногда вот в Америке я там ездил, там просто часто невозможно расписаться, там где-то сразу половину собственности теряешь, а если еще двое детей, то у тебя остается одна треть. Ну, то есть жесть полная, там какая-то все. Вот, поэтому, ну, как бы... Нога, конечно, невозможна, но в основном надо расписывать. Лучше всего сейчас воспитывать человека жить чуть-чуть отдельно, ставить условия. Ну, пускай вернется бывшая нормально тоже. Будьте щедрым человеком. АПЛОДИСМЕНТЫ Что Богу угодно, то и будет. Что вы боитесь всего? Вот, что Бог... Что вам Бог вас не защитит? Вот Он пользуется этим. Одной жене сказал, что пойду к другой жене, то и сказала, что к этой Александре Шедрак учиться, учиться, учиться. Сейчас манипулируют вами, понимаете? А это нехорошо. Надо быть свободной от этого. Спасибо. Ладно, мое хорошее время у нас уже нет, поэтому мы начинаем настройку. Значит, первое, что мы должны понять, это не лекция. Коврики взяли, да, кому надо, кто-то на полу будет сидеть, кто-то на сцене, кто-то стоять возле стеночек. Кто-то сидеть на стульях, но на стульях есть только... На этих стульях есть только один вариант, это поза алмаза или на коленях. Ну и то молоденьким, симпатичным девушкам. Потому что, если человек чуть побольше комплекции, он уже не сядет в позу алмаза на этом стульчике. Вот, потому что спинки мешают где-то вот проблемам. Поэтому мероприятия требуют полной концентрации. То есть, это бывает нечасто в жизни. Поэтому сейчас первое, что надо сделать, это, ну, как бы, сейчас такая ситуация, что мы должны понять, что это не шутки, не фокусы. Надо всем выключить мобильный телефон. Не дай Бог, у вас зазвонит, не дай Бог, кто-то отключется и будет проклятие на свою голову сыграть. Потому что у многих это очень важный момент в жизни сейчас происходит. Они будут спасать своих родственников, свои семьи, здоровье кому-то, помогать, вмаливать. Ну, то есть, у нас сейчас будет практика победных судьбой. Мы будем повторять Аллилуйя под молитву христианскую Богородицу Деву Радусь. Вот, ну, сейчас у нас какая-то будет сейчас настройка. Вот, как пока я не начал настройку, можно, это важно, сходить сейчас в комнатку неизвестного архитектора, который все немножко задумываются. Вот, потому что 65 минут нельзя будет никуда выходить. Надо, чтобы у вас тело не беспокоило это. Ладно, у нас такое, мои слова вызвали бурную реакцию. Почти весь зал ушел, поэтому я тогда сейчас ответ на вопросы продолжу. Ваш вопрос был дан в белом, да? А ситуация какая с чем связана? Микрофончик у нас есть в зале или нет вообще? Ушел, бросил, да? Ушел, бросил, да? У меня стало хорошо. Ну, я преодолел этот судьбу. Какой-то вот этот стресс, то есть это состояние. Молодец, да. Приняла судьбу. Видите, год ушел на принятие судьбы. Год ушел на принятие судьбы. Мне кажется, что сейчас я ничего не чувствую больше в молитве. Я так же просыпаюсь рано, но как будто бы ничего не происходит. Счастье нет в молитве, да? Да, да. А вы израсходовались. Вот вы год очень сильно напрягались, и сейчас у вас силы кончились. Вам надо делать длительное движение, неподвижное положение тела, пост, то есть энергетически заряжаться. Вы разлепились сильно. У вас энергия природная. И поэтому у вас эмоциональный уровень, внутренний, психический погас. Ну, вот я чувствую, что какое-то истещение. Истощение, да. Эта энергия природы нужна. И у меня тогда вопрос, ну, у меня просто сейчас приходят мысли, что мне нужно уехать в свой родной город. Изо меня родительский дом, где я. Какой город? В Кострома. Ну, то есть там природа, да? Там природа, да, да. У вас денег не хватает пожить? Бизнес не пострадает? Ну, у меня нет бизнеса. Я сейчас частично муж содержим. Ну, в принципе. Ну, как-то я смогу это наладить. Ну, прекрасно, прекрасно. Я не понимаю, нужно мне здесь оставаться? Я думаю, что неплохой вариант поехать. Но надо просто сначала методичку мою почитать по ЗОЖ. На сайте. Раздел материалы. Методичка по здоровому образ жизни. И вот эти аскезы там описаны, как делать, как чистить организм. Надо все это почитать и начать это делать. Вот вы приехали в Кострому, допустим. Отлично. Но с возрастом, чем старший человек, тем энергия природы сама по себе не заходит в организм. То есть вот там живет на природе, но она не всасывается. Понимаете? А для того, чтобы ее всасывать, нужно и аскезы совершать. Неподвижное положение тела всасывает энергию воды. Длительное движение – энергию воздуха или праны. А кост на воде всасывает энергию солнца. И если вы не будете это делать, то вы не восстановитесь. Потому что энергия не будет всасываться. Ну я могу и здесь это делать, да? Ну, здесь же как бы не так много природы. Но если вы в парке, рядом с парком живете, можете здесь делать тогда. Вам почему хочется туда? Потому что организм говорит, что нужна природа. А для вас природа – это родительский дом. Рассанс какие-то. Ну, если вы здесь можете, то делайте здесь. Я вообще вот рассказывал вчера, что я приехал, у меня организм нужна природа. Мне говорят, до ближайшей водоема 30 минут ехать. Я не хочу вообще никуда ехать, я наездился. Я на мойке меня поселили, я спустился вниз, садил. Ну это было зимой, не было водоходства. Просто лед чуть-чуть подтаял, потому что лесна была. Я просто в ледяную воду залез, там 4 градуса. Посидел там 5 минут. Энергия воды всосалась в организм. Потом в бане горячая побежала и все. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Можно лекции читать. И потом на следующий день так же сделал. И на следующий. Сил не было. Каждый день воду залезли. Это практика ту море, где нужно разогревать. Моя хорошая, мне надо ничего понимать. Надо просто почитать металличку. Спасибо. А есть просто структурное знание, которое надо делать четко и ясно. Если делать неправильно будете, то просто пострадать. Дальше. Ну, примите руку к мужчине. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Меня зовут Леонид. Я к вам приезжаю в жизнь. Третий, четвертый раз. Я вас запомню. Благодарю. У меня в наших сынах. Просто для него очень большой, очень уважаемый человек. И он мне предложил ездить на ваш семинар. Есть, может, такой вопрос. Мне много лет, но я до сих пор никак не определился. Какой религии мне больше подойдет, чтобы мои молитвы туда находили. Это не обязательно. Есть разные стадии развития человека. Есть вообще стадии атеизма. Атеизма – это означает, что человек не понимает глубину устройства мира. Он видит поверхностное все. Он видит комбинацию атомов. Потом дальше он начинает чувствовать, что что-то есть такое. Он начинает чувствовать тонкое пространство. Это уровень поэзии. Когда человек очень поэтичным становится. Он ныло пара, че, очарование. Я там не твоя прощальная краса. Он видит тонкость и поти мира. Это стадия развития определенной. Потом дальше человек начинает чувствовать, что есть совесть. Это первая стадия, кстати, веры в совесть, что надо жить по совести, честной. Это самый первый контакт с Богом. Потом дальше, в следующем уровне развития, это человек начинает понимать, что с Богом есть разные отношения. И вот именно любовь, она всегда из отношений с опытом. С разным видом любви. Ну, допустим, человек любит Бога, который пожертвовался людям. Он на кресте и висит. Он такой очень сострадательный. Другие любят Бога величественного, который... Это, например, тот же Бог, просто он по-разному представил. Который дает победу. Мусульмане преклоняются Богу, который дает победу. Дает величие, могущество. Поэтому, смотрите, весь мусульманский мир, вот эти восточные страны, они бывают очень величественные люди. Такие величественные, красивые, какие. С высокоходникой головой. Это, ну, христиане очень сострадательные, добрые. Бывает, человек, ну, Богу поклоняется как тому, кто дает знания. Это еврейская культура уже. Даже сама молитва, она в основном чтение священных писаний, Торы, Талмуда и так далее. Понимаете? То есть разное отношение с Богом абсолютно есть. И есть разные стадии развития. Их не надо перескакивать, вообще это глупо. Ну, то есть надо посмотреть, есть стадия совести. Допустим, человек начинает честно жить. Он познает Бога. Он правила управляет честной жизни. Смотрит в сердце, что происходит. У него спокойнее, ему радостнее жить. Как Бог помогает, саботится. Но он при этом к Богу относится просто как к тому, кто находится в сердце. И все. Он говорит, у меня Бог в сердце. Я не хочу там на храм ходить. У меня Бог в сердце, он говорит. До определенной стадии. Потом дальше приходит время, и ему хочется отношений с Богом. Потому что Бог – это личность. С ним хочется отношений. В сердце он не предстает как личность. Он там вершитель нашей судьбы. Он там у всех одинаковый. А вот если человек хочет как с личностью, значит, он должен качества Бога какие-то почувствовать. А вот качества Бога проявляются уже в разных духовных традициях. И они, эти качества, могут быть разными. У кого-то сострадание, у кого-то любовь. Вот. И эти стадии не надо перескакивать. И когда человек на стадии поиска вот личности Бога находится, как с личностью с ним строить отношения. Он будет в разные храмы, в разные традиции. Даже в разных храмах Господь по-разному предстает. Вот этот, допустим, православный храм один – одни отношения с Богом, а другой – совсем другие. И человек, допустим, на этой стадии, он вообще может только в один храм ходить, ему все остальное не нравится. Вот поднимите руку, вот кому только в одном храме нравится и больше никуда не хочется. Вот это тоже этап развития. Приходит время, и человек прямо очень чувствует, чувствует, что настроение вот такое, мне больше всего нравится. Это и называется вера. И там своя философия, свои традиции, своя культура. Он погружается в это, ему его это устраивает, у него все классно. Но если у вас, допустим, вы не пришли к этой стадии развития, ну, вы через себя не перепрыгнете. У вас так не получится. Потом следующая стадия, иногда развития, когда человек начинает Бога видеть в разных традициях духовных. И он, и там его чувствует, и здесь, но у него все равно есть что-то свое. Такая стадия тоже есть. А потом дальше человек Бога везде начинает видеть, и он выше всего становится. Он как бы начинает видеть даже Бога в сердцах людей, и святой человек уже становится. Спасибо большое. А еще один момент. А этическая принадлежность никакого к религии не имеет отношения? Какая еще есть? Ну, национальная. Да, да, да. Это называется культура. Вот нравится человеку культура какая-то. Она всегда идет от религии. Она имеет это как есть настроение. Вот, допустим, взять, допустим, в мусульманских странах там свое настроение, своя культура. И они, допустим, люди называют, мы иранцы, допустим, да, и мы поэтому мусульмане. Но иранцы же не всегда мусульманами были. Они были солнцепоклонниками, до этого там разные были настроения. Но культура, она всегда монополизирует веру. Она стремится к этому. Допустим, на Руси было сначала одно христианство, потом произошло изменение, оно стало другим совершенно. Православная вера, была старая вера и там потом новая вера появилась. И так далее. То есть, но вот национальная, национальность и культура, они очень близки друг к другу. Но при этом это, опять же, зависит от того, что человеку нравится. Вот, допустим, он живет в какой-то национальной культуре, а ему нравится другая какая-то национальная культура. И, скорее всего, и вера тоже поменяется. Но не обязательно. Потому что, бывает, человеку национальная культура одна нравится, а вера другая. Ну, то есть, вера, это означает отношение с Богом. Это вкус, понимаете, духовный. И здесь нет такого, что если я русский, значит, я должен быть православным. А может быть, старовером? Некоторые так считают, например. А может быть, вообще, на Руси была литическая культура раньше, и она деградировала. Поэтому и пришла в христианство в замену. Потому что иначе люди поклонятся идолам. Не Богу единому. В ведической культуре тоже считается, что единым Богом надо поклониться. Но люди об этом забыли. Иначе и многобожие пошло, а это уже Богу не нравится. Поэтому поменял уже культуру. Поэтому есть национальность. Она имеет склонность определенную. С детства людям прививается какая-то вера. и культура. Но у человека все равно остается выбор. Бог может так перед нами предстать. Это наш выбор. Как мы будем его поклоняться? Спасибо большое. Ну, допустим, взять римлян. Они воевали с мусульманами. Мусульмане, они отстаивали свое право на признание, что Бог. Они знают Бога. И у них тогда были более высокие стандарты отношения с Богом. И поэтому они завоевали время, пришли туда в Рим. И кто-то остался христианином в Римской империи, а кто-то стал мусульманином. И там что теперь? Что это значит? Теперь надо всем стать мусульманами? Или остаться христианами? Ну, то есть иногда смешиваются культуры. И что человеку выбирать? Ну, допустим, в Казани там половина мусульман, половина христиан. Поэтому здесь все неоднозначно. Но в целом человек сам должен выбирать в себе веру. Он в этом абсолютно свободен перед Богом. И это правильно так делать. Ну, тоже можно сравнить с тем, что тебе замуж сватают родители какую-то девушку. С одной стороны, как бы лучше выбрать ту, которую родители хотят. Потому что у нас такая культура, нам надо жениться вот так. Но некоторые жениться по любви. Тоже нормально. Богу забирает, конечно, от бессмерти, чем девушку. Но вы не торопитесь. У нас уже есть отношения с Богом. Просто вы ищите свое и все. И не торопитесь. Здесь не нужна спешка. Можно в общем-то? Да. Разные, и православные, и еще другие молитвы, и аскезы, они помогают избавиться от большого такого навязчивого желания там кое-кому отомстить. Ой, я вам сейчас помогу. Да? Да. Есть другие варианты. Да. Я сейчас вам прямо помогу. У вас не проблема. Вам отомстить будет вообще. Да. Давайте, смотрите. Первое, что вы делаете. Вы определяете, что за чувство у вас внутри. Есть три вида чувств. Первое чувство – это раздражительность, отчаяние, боль, такое обида. Это значит, что нужно неподвижное положение тела. Второе чувство – безысходность, что вы как будто не можете преодолеть силу эту, как она навалилась на вас. Это длительное движение. И третье чувство – это потерянность внутренней, нет счастья, как бы тогда пуст. Ну, то есть нужна аскеза, которая будет влияние на вас судьбы убирать. Потому что причина страданий, всех страданий на земле – это наша судьба. Она выбирает человека как объекта. Если мы считаем, что он виноват, то мы находимся в иллюзии. Потому что человеку никогда ничего не бывает просто так. Он что-то там заслужил. Я даже вижу у людей за что. Понимаете? Это часто из прошлой жизни, из позапрошлой. Все четко и ясно. Но все равно судьба кого-то выбирает, как домоклов меч. И когда ты человека считаем причиной своих проблем, тогда ты находишься в иллюзии и победить судьбу не можешь. То есть аскеза плюс молитва побеждает судьбу. Но есть два типа людей. Первый тип людей – это люди, которые как бы совершили поступок и больше тебя не трогают. Этим людям надо как бы, ну, смотря какой поступок, конечно же, бывают такие поступки, что все равно надо наказывать человека. И здесь есть два способа наказывать. Есть административный способ, когда человек совершил преступление, надо просто его расследовать и его посадить. Второй вариант – наказать так невозможно. Тогда есть другой вариант. Ты совершаешь аскезу, проходишь три стадии. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая – влияние. И третья стадия – это начинается внутри этого человека происходить изменение. И на последней стадии тебя судьба отпускает, тебе спокойно становится по отношению к этому человеку. А если человек этот не получил наказание, ты можешь в сердце, когда все это прошел, сказать – Господь установил справедливость. И тогда, Господь, ты прям чувствуешь, что дальше все нормально будет, Господь с ним разберется, у тебя есть прямо полное основание. Но сейчас проблема в том, что вы судьбу свою не победили, поэтому мучения продолжаются. Второй вариант – человек настроен вас мучить дальше. То есть вы судьбу свою победили. Первая стадия – спокойствие. Вторая – вы чистую память о человеке формируете, потом прощаете ему уже на третьей стадии. А он продолжает гневать Бога, постоянно терроризирует вас, хотя вы уже чувствуете, что вам уже не положено. А если вы аскезы совершали, вы тогда пытаетесь понять, у вас в сердце есть страх по отношению к нему или нет. Если страх есть, значит, у вас не хватает силы душевной с ним справиться. И вы совершаете дальше аскезы. Если страха нет, все, кончился страх, и его влияние как бы на вас не действует, то вы… А он агрессирует. Это называется демонические натуры. Вот так они делают, они все равно не останавливаются. Когда в этом случае, когда вы уже все сделали, вы Богу в сердце говорите, вот я все свое сделал. Меня не беспокоит этот человек, но он продолжает агрессировать. Поэтому отдай ему его. Мое я уже отработал. Теперь он как бы хочет своего. Ну и дай ему его. И его сила агрессия на него и пойдет. Например, если он хочет пристрелить кого-то, то случайно пристрелит себя. Понимаете? Ну то есть, есть два способа помочь человеку. Один способ самому помочь, а другой способ передать Богу. Вот Бог помогает качественнее, потому что он и воспитывает в это время человека, и наказывает нормально. Понимаете? Но Бог всегда заставляет нас взять на себя эту ношу наказания. И здесь между вами и Богом идет борьба. Вы как бы молитесь и говорите, Господь, не надо меня заставлять его наказывать, если это не ваша обязанность. Допустим, если это ваш сын или ваша дочь или вы прокурор, это ваш подсудимый, но наказывайте сами, потому что вы обязаны это делать. Но если вы не обязаны это делать сами, тогда вы просто обмолите Богу, доказывайте, что я не буду этим заниматься, но наказать его надо. Поэтому накажи его сам. Это твое дитя. Разберись с ним сам и вам спокойно в сердце. Потому что вы чувствуете, что Бог дал вам покой и чувство справедливости. И дальше сразу же начинается наказание. Вы можете видеть, как это происходит. Бог устраивает кустину маму человека. Быстрее да? А? Быстрее да? Да. Хотелось бы, чтобы это смело сделал Бог с него карлику и березу или кустину маму. Как вы делаете? Все равно надо пройти путь. Сначала надо перевести с человека на себя, что это моя судьба. Отработать свою судьбу. Успокоиться в сердце. Потом знания получить по поводу человека. Что вы и хорошее видите, в нем и плохое. И все равно остается ощущение, что нуждается человек в наказании. Никто наказать не может. Потом третья стадия тоже влияние. Вы уже можете, у вас есть сила как бы его наказать. И дальше просто вы говорите, Господи, я свой путь прошел. Я чувствую спокойствие, мне нормально. Но человек нуждается в заботе. Наказание – это забота. Когда человек наказал, не ясно. Я не самому об этом позаботиться. Такое быстренье. Я могу это сделать. То есть я не хочу, чтобы какие-то там кривые движения упали на сонарей. Ну, оттуда сверху, я имею в виду. А для этого надо законы Божьей знать. Потому что и на самом деле люди нуждаются некоторым наказанием. То есть, допустим, человек совершает преступление. И он должен быть наказан. И если вы промолились и уверены, что он должен быть наказан, вам надо пройти этот путь молитвы. Потому что вы сейчас еще страдаете от своей судьбы. Вам надо это страдание убрать. Вам надо пройти путь свой. Когда вы свой путь прошли, вы видите, что у вас знание в сердце. На второй стадии победа над собой знание приходит. Что человек должен быть наказан. Вы с добрым сердцем. А это всегда с добрым сердцем надо делать. Даете человеку наказание. Ну, допустим, женщину, жену бросил. Муж, допустим, с четырьмя детьми. Говорит, сама себе зарабатывает деньги. Вы не маленькие дети. Я просто конкретный пример привожу ей. И у нее в сердце возникает. Ты за это ответишь. Такое чувствует. Она молится. Побеждает свою судьбу. Успокаивается. Приходит знание в сердце. Что что-то хорошее в нем есть. Что-то плохое. Ну, то есть не относится с ненавистью человека. Он смотрит на него трезво. И видит все равно. Все равно вот за это нужно наказание. Мой Господь. И тогда два варианта есть. Первый вариант. У вас есть уполномоченность. И вы наказываете. Второй вариант. Нет уполномоченности. Бог наказывает. Но вам надо сначала свой путь пройти. Потому что, если человек вас наказывает. Мучает вас. Значит, вам так положено. Вот надо принять сначала свою судьбу. Понять, что где-то там он, например, не докурил. Но и он вам помог теперь. Вы ему помогите. Мне такой был случай интересный. Включина говорит. У меня жену увел мужик. Мой знакомый жену увел. Я говорю. Вы страдаете? Он говорит. Вообще невыносимый просто. Такая предательность. Их обои. Наглую общаются. Она говорит. Я его люблю. Тебя не люблю. Со мной жить продолжать. Какая жизнь вообще. Я говорю. Ну вы в молитве-то успокойтесь сначала. Он говорит. Ну успокоился. А что дальше? Я говорю. Дальше посмотрите. Надо наказывать или нет. И он успокоился как бы в молитве. Помолился. Свою судьбу отработал. Успокоился. Первое стадие – спокойствие. Второе – знание. Знание, почему так произошло. Что он свое отработал. И дальше третья стадия пришла. Третье изменение уже внутри этих людей уже должно произойти. И на третьей стадии он подходит ко мне и говорит. Ну вот я успокоился. Я уже чувствую себя комфортно. Но люди же грех совершили. Не живут и свои возвращать или нет. Как Бог хочет. Я говорю. Конечно возвращать. Он говорит. А ну что как бы с этим делать. Я говорю. Ну вы же знаете. Он говорит. Я правильно думаю. Я говорю. Да. И он встретил их где-то там вместе. Ну и сделал ему точный массаж лица. Тот отдыхать лег. А жена кричит. Ты убийца. Я тебя ненавижу. Вот. И он ко мне пришел. Говорит. Жена так меня проклинала. Я говорю. Все идет по плану. Он говорит. По какому. Я говорю. Ну посмотришь. И она потом перестала там уходить. Почему. Потому что. Славый мужчина. Никакой женщине не нужен. И становится для нее противным. Вот она увидела. Как он перед мужем переделывал. И все. И она осталась с мужем. Так он решил вопрос постепенно. Ну то есть наказание. В свое время требует. В свое время приходит. Когда. У человека. На это. Есть полномочия. Может наказать. Вот допустим. В другой случае. Из Питера. Меня. Разов встретили. Люди. Муж с женой. И отвезли домой. На квартиру. И. Вместо организаторов. И они мне рассказали историю. Что. Сначала. Люди к ним пришли к фирму. Говорят. Нам ваша фирма понравилась. Направдайте нам за дешево. Иначе мы вас посадили. Вот. И они начали по моим лекциям действовать. Они подумали. Говорят. Фирму не отдадим. И все. И дальше молитва. Первая стадия спокойствия. Вторая стадия влияния. Они в это время. Они там. Проверки делают. Там. Душат их. Мучают. На второй стадии. Знание. Они спокойствие прошли. Второй стадии. Знание. А знание какое. Кому пойти. Сказать. Чтобы. Как бы. Все нормально было. И они это знание получили. И. На третьей стадии. Когда они молитвы пошли. А те агрессируют. Продолжают их. Долбают. И они. Как бы. На третьей стадии. Как бы. Все что хотите нам сделать. Получите сами. Результат. Сели. Не они. А те. Все. Концент закончен. То есть. Нужно пройти этапы определенно. Нужно. Только с добрым. Спокойным. Сердцем. Можно наказывать. Человека. Сослыните. Надо промолить эту ситуацию. Самонаказание. Это хорошо. А обида. Это бессилие. Ее надо убрать. Надо стать сильным сначала. А потом наказываешь. Наказание. Это хорошо. Это не. Не. Обиды нет. Это просто злость. Злость. Это то же самое. Это то же самое. Убрать надо. Да. Спокойно. Он же массаж лица по доброму делу. Да. Я просто. Негодяй дал. Все. Или их не близко. Все что нужно. Да. Есть в этом мире. Есть негодяи. Да. Есть негодяи в этом мире. Я согласен. У меня та же самая ситуация. Я люди дал. Все. Они взяли. Меня обманули. Все. Отняли. Что у меня было. Я простил. Сейчас пришел уже к возможности наказывать. Попробую вашу методу. Ага. Сейчас помолимся. Будем развиваться. Спасибо большое. Ладно. что они оставались. Астетичные положения тела какие бывают. Кто-то из как бы молодых людей должны выйти на сцену. Ну выходи. Горюк. Горюк у нас такой очень спортивный мальчик. Он сейчас все покажет. Вот. Заходи. Ты где такую футболку купил? На ванне. На ванне. Хорошо. Горюк. 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 хотя бы чуть-чуть стало плохо значит надо прижаться к стеночке спиной потом легче стало опять отодвинулись надо ноги чуть-чуть отодвигать подальше, но ему не обязательно оттуда колодка свалится вот то есть ну понимаете да ноги отодвигать почему потому что когда статические блоки пробиваются когда до третьего слоя доходится это примерно 30 минут на 30 минуте самое опасное где-то 20-25 30-35 минуты связаны с сосудами и когда блок вот связан с сосудами то резко падает давление и человек даже не замечает как он падает носом вниз особенно если он с закрытыми глазами поэтому первое правило если вы стоите вы должны когда вам чуть-чуть плохо становится открывать глаза второе правило чуть-чуть ведет сразу к стеночке прижимаемся и если даже вы сползете то сползете аккуратненько по стеночке ну вот это недавно у нас на в ретрите так было в США одна девушка стояла и она все сделала по инструкции потом себя обнаружила на полу сидящих положений а так бы обнаружила себя носом фейсом от пол вот это тоже надо понимать что сознание выключается как выключатель выключает свет неожиданно может так произойти это значит что блок сильнее вас сознание не справилась с блоком значит надо сальвику развивать положение стоя увеличивает у человека терпение в жизни если вы как вы не можете терпеть ситуацию жизни тогда уставайте и учите степень второе положение тела на коленях стоя да вот это положение тела увеличит принятие допустим меня один знакомый он надеялся там и стали статику делай что только не делал жену принять никак не мог она ему мозг выносила он не мог никак принять но потом он начал на коленях потому что услышал лекцию на коленях принятие и у них получилось он на коленях начал ставить вот эта энергия принятия вошла в него он говорит все на коленях молиться на коленях блин это так классно вот он на коленях молиться следующее положение тела поза алмаза сидя вниз это положение тела она выдавливает судьбу это для тех кому надо кого-то победить допустим не хочешь чтобы налоговая инфекция пришла то поза алмаза у меня просто почему так говорю потому что у меня есть пример когда один человек так и не дал прийти налоговая инспекция он каждый день поза алмаза 65 минут они ему звонят сегодня к вам придем хорошо потом звонит мы не смогли вчера сегодня придем пока не надоело выдавливается не дает ей на тебя действовать вот это сложное положение тела его лучше не выбирать потому что ну так надо быть тренированным чтобы так просидеть шестьдесят пять минут хотя вначале кажется нормально а потом тяжело становится вот если позе алмаза стало тяжело то надо тогда чуть-чуть приподнять приподняться и руками опереться о пол вот так вот а потом опять поза у нас и тогда вы не считается что вы вышли из положения тела когда чистка продолжается вот когда на коленях стоите только окошечка надо встать вот так поставить и потом опять назад на колени вот следующее положение тела полу лотос а вот польза алмаза можно на стуле прямо оставаться полу лотос это когда одна нога сверху другая снизу вот так лотос это когда две ноги заплетаются но вам так делать не надо потому что это надо будет тренированным иначе вы повредите связки коленными это положение тела увеличивает концентрацию внимания вот если ты не можешь сосредоточить на молитве мысли мешают тогда полу лотос или лотос когда правая нога сверху ставить правую это а ты лотос нет полу лотоса сделать правую здесь не все равно не сделать лотос расположение вот так вот правую сверху вы увеличиваете волевую концентрацию решимость называется решимость когда левая нога сверху то увеличите эмоциональную концентрацию или способность быть равновешенным, не злиться, не обижаться, левая нога сверху. Следующее положение тела, тоже можно на стуле делать, это такой облегченный вариант, это скрученная поза называется. Она предназначена для того, чтобы тебя никто не долбал. Когда человек в скрученной позе находится, он учится, он делает такую энергию, которая заставляет никого не замечать. У меня разок человек в скрученную позе сделал, я про него забыл, короче, и он так сидел, пока мне сам не напомнил. Ну то есть человек становится незаметным. Женщины иногда устают от идеи, от влияния, они в скрученной позе посидели 65 минут, и потом нормально стало, никто не мучил. Поза бабочки в следующей положении тела. Вот на стуле вы уже не сделали так. Это положение тела увеличивает доброту, спокойствие и гармонию с окружающим миром. Это когда дисгармония в отношениях чувствуешь позу бабочки. Но она самая простая. Вот в позе бабочки легче всего 65 минут высить. Если вы уставите по-турецки сели, а потом опять в позу бабочки. Вот положение по-турецки, вот так ноги скрещены, тоже можно так сидеть, но это не чистит организм и не пробивает глубоко судьбу. Это облегченное положение тела, предназначено для тех, кто может не на стуле, но в аскезу войти не может, он болеет. Самое простое – это сесть на стул уже. Это для тех, кто сильно болен. Тогда вы аскез не делаете, но просто получаете благо уже от самой молитвы. Все, спасибо. Штаны, конечно, у тебя классные. Не надо от Сергея Гаскеза, чтобы больше не покупать такие штаны. Потому что дырки на штанах означают пробоины в психическом теле. Ну, вообще, ноги означают – это незащищенная часть жизни человека. Или беспредел. Ну, то есть, нижняя часть тела также олицетворяет адские миры. И когда у человека дырки в штанах, то от адских планет нет защиты. От адских энергий нет защиты нет. Ну, то есть, оттуда будут приходить подарки. То есть, это символизм такой. Ну, как бы. Одежда вообще – это символичная вещь. И любая одежда, она что-то символизирует. Дырки в штанах символизируют беззащитность по отношению к низшим энергиям. Поэтому, какой вид одежды опасный для судьбы? Рекомендую его не носить. Вы можете провести ему. Вот. Значит, что происходит, когда человек делает неподвижное положение тела? Он прорабатывает судьбу системно. Потому что есть пять психических слоев, и они прорабатываются. Вместе с ним прорабатываются пять слоев судьбы. Допустим, первый слой отвечает за взаимодействие с этим миром. И когда тринадцать минут человек аскезу делает неподвижно, то он взаимодействие с этим миром прорабатывает. Потом второй слой – это эмоции. С тринадцати до двадцатишки минут он эмоциональные отношения с миром прорабатывает. Потом третий слой мыслей – он свои мысли в отношении с этим миром прорабатывает. Четвертый слой – настроение. Он свое настроение прорабатывает. И пятый слой – это глубокое восприятие мира. Ощущение счастья, удовлетворения. Это самый слой победы, я называю. Это с пятидесяти двух минут до шестидесяти пяти. Если человек все пять слоев смог аскезу свершить, то он все слои судьбы проработал. Это очень эффективно. Поэтому 65 минут делаем ретрит, чтобы у человека цикл победной судьбой прошел. Это очень эффективно, когда человек делает неподвижное положение тела. Пусть даже он немножко себя облегчение делает, а потом он назад опять возвращается. Следующее, что нужно знать – это положение пальцев. Пальцы направляют энергию. Пальцы связаны с вашими энергиями психики. Большой палец – это я. Указательный палец – это моя воля. Если мне воли к победе не хватает, нужны воли, то тогда я большой палец соединяю с указательным. Называется мудрый. Вот, допустим, христиане такую мудрую используют, такую для того, чтобы креститься. Да? Одни такую, другие такую. Это все мудрые древние знания. Вот второй палец, средний – это моя сила. Вот когда сил нет, вот я вот так буду сидеть. Большой со средним, потому что вас много, я один, мне силы нужны. Мне воли хватает, силы не хватает. Когда у человека не хватает уверенности, он первый раз пришел и чувствует, что, может, у меня не получится, ничего. Тогда большой палец соединяет с безымянным. А если у человека не хватает концентрации внимания, тогда большой с мизинцем. Мысли, допустим, лезут. Или голос, допустим, не так, как ты хочешь звучит. Можно указательный со средним вместе соединять. Или безымянный с мизинцем. Вот такие два положения тела есть. Если ты хочешь сразу два в одном. Но вот так вот делать не надо. Если хочешь сразу, то у тебя просто на это зациклится, и можешь потерять сознание. Вот. Вот таких мудр нету. Не соединяются вот эти два пальца вместе. И вот так вот тоже нет. Понятно, да? Если вы всех задолбали дома, тогда вот так делать. Какое мудро называется смирением. Мы работаем смирением. Спасибо всем.